Свет в храме приглушенный, за алтарными воротами черное покрывало. На дворе Великий пост, одно из центральных событий церковного календаря. Пост, конечно, это время ограничения. Нам полезно себя в чем-то ограничивать, потому что иначе человек перестает жить достойной жизнью, начинает жить своей жизнью в ущерб жизни ближних, в ущерб жизни общества. Самое известное и понятное из ограничений – запрет на мясную пищу. Приходской трапезной – все постно. Греченая каша, хлебаная, вкусная, без масок. На первое – рассольник с перловкой. Само собой, до Пасхи без мяса. Не бойтесь разнообразить все. Все, что у вас есть, то и готовьте. И все на воде, и все очень вкусно. Кто постится, тот знает, что во время поста отрища необыкновенно вкусная. Не потому что я так готовлю, а потому что это место здесь. При этом священники подчеркивают – пост без веры – просто диета. Если бы дело было в еде, а святыми были бы королы. Пост, конечно же, сопряжен в первую очередь с духовным стремлением человека к Богу, к очищению, через покаяние. Покаяние святые отцы называют не иначе, как духовной баней. Представьте человека, который бы не ходил в баню в какой-то промежуток времени, а потом бы возмущался, почему его не любят, почему его сторонятся. Точно так же происходит с нашей душой. Она загрязняется, когда мы о ней не радеем, не думаем. В том числе и поэтому священники не настаивают на строгом соблюдении постного рациона. Особенно это касается детей, людей с медицинскими противопоказаниями. При этом колбаса из сои, по мнению отца Александра, остается колбасой. Обманывать не стоит никого, начиная с самого себя. Александр Ребекко, Роман Беркалеев, Анапа. Регион.